так всем привет сегодня разбираем гран-при вайхая который был в это воскресенье значит разберем только задачи из div 2 но в котором в нем правда все не хватало всего двух задач по сравнению с первым дивизионом первая задача во втором дивизионе это задача b в этой сдаче вас был мост и с каждой стороны было по n человек значит каждый хотел пересечь мост подождать там ты минут и потом попасть обратно мы можем ходить по мосту и переводить с собой людей пересечь мост в одну сторону занимает у нас x минут требовалось понять за какое минимальное время можно всем можно сделать что все были довольны да ну хорошо мы допустим стоим с какой-то там допустим с левой стороны тогда логичнее всего взять 1 1 чувачка перевести в другую сторону да что дальше можно сделать можно пойти назад ну если ну понятно что мы пойдем назад в какой-то момент но зачем намекти назад никого не взяв правильно давайте поэтому возьмем еще кого-то чувачка отвезем его назад аналогично здесь да справа все равно у нас есть вариант подождать пока значит самый первый чувак который мы отвели значит свои то минут подождет и потом отвезти в назад или взять новую ну логично брать нового да вот если так рассуждать то первые 2 н шагов мы будем отводить наших чувачков нам соответственно первые 2 н x времени мы потратим на то что будем разводить чувачков дальше мы будем стоять с левой стороны после этого что после этого после этого надо всех чувачков разводить обратно да причем логично опять как только какой-то чувак освобождается сразу начали сразу отвести вам другую сторону после этого с другой стороны обязательно будет уже довольно чувак его надо отвести назад и так далее после то есть как только мы начнем отводить первого довольного чувачка всегда можно заметить что с другой стороны будет уже готовы идти назад на чувачок то есть на последнюю фазу мы потратим вот тоже вот столько на первую фазу да вот до того как мы начнем разводить всех чувачков назад не правда что мы всегда потратим 2 н x времени почему потому что т может быть очень большое если т очень большое больше чем время которое нам надо на то чтобы всех исходно развести да тогда после того как мы всех разведем но все равно придется еще ждать поэтому требуется это как-то учесть на на самом деле у нас всего два варианта после того как мы в самом начале разве отвели всех чувачков на другую сторону относительно них нам требуется только подумать а с какой стороны мы будем отводить чувака мы будем отводить первого чувака назад ну хорошо давайте рассмотрим два варианта во первых это может быть чувак с левой стороны значит что это давайте посмотрим него этот чувак попал туда попал на левую сторону мы его отвели с правой стороны поэтому он попал туда в момент 2x правильно поскольку мы сначала пошли на ту сторону а потом только привели его назад поэтому 2x и освободится он в момент то есть еще через т времени да то есть раньше чем через вот столько времени мы не сможем отвести назад чувака с левой стороны с правой стороны а значит с правой стороны чувак у нас будет готов через время x плюс т но значит два два чуть чуть более аккуратно если мы отводим чувака с левой стороны да вот через столько времени он он будет готов но это с этим временем нужно еще взять максимум времени через которые мы будем мы будем готовы хорошо значит это с левой стороны что если с правой стороны опять таки это максимум из времени когда чувак слева будет готов и мы будем готовы отвести кого-то справа значит чувак с правой стороны был готов через x плюс т потому что это самый первый чувак который мы отводили а когда мы будем готовы мы будем готовы через 2nx плюс время на то чтобы пойти в эту точку тоже поэтому это 2nx и еще плюс x да вот минимум из вот этой величины и вот этой величины это минимальное время через через которое мы сможем начать вторую фазу которая займет 2nx в любом случае поэтому мы вычисляем вот это прибавляем к этому 2nx и это ответ вот и все такая задача я здесь конечно не все очень строго доказал почему не нужно например отвести чувака подождать пока он значит пока пока он свой т минут там проведет и сразу начать отвозить его обратно но это не сложно должно быть вот хорошо значит такая задача b дальше задача c в задаче c мы могли покупать шестеренки с каким-то количеством зубцов вот шестеренка там x зубцами стоило x и нам требовалось ну дальше там они вращаются мы отмеряли время значит ну там мы мы считали значит мы считали сколько различных вот таких вот наборов чисел может получиться при данном наборе шестеренок несложно понять что это количество просто равно наименьшему общему кратному наших шестеренок вот и у нас был там нам был дан какой-то бюджет на суммарное количество зубцов по сути в шестеренках и требовалось максимизировать наименьше вообще кратный а вывести надо было его логарифм то есть по сути у нас задача если наш бюджет равен b то у нас сумма тритых должна была не превосходить b а наименьше вообще кратное ну логарифм его ну хорошо логарифм натуральный логарифм все эти чисел был как можно больше вот ну хорошо давайте подумаем какие оптимальные оптимальные шестеренки вообще покупать да поскольку нас волнует только наименьшее общее кратное если у нас есть если мы купили две шестеренки которых наибольший общий делитель не один здесь например t1 делится на p и t2 делится на p да тогда в наименьшем общем кратном по-любому будет p и если значит одну из шестеренок поделить на p стоимость такую уменьшится и lcm не изменится поэтому можно считать что все что все размеры шестеренок взаимно просты более того что если какая-то шестеренка размер какой-то шестеренки можно представить в виде произведения двух двух других шестеренок где понятно каждая из меньше шестеренок больше чем один тогда поскольку нас волнует только наименьшее общее кратное да если предположить что а и b взаимно просто значит тогда мы можем эту шестеренку заменить на две шестеренки просто а и b вот и легко видишь что поскольку каждый из этих чисел хотя бы два это не больше чем а умножить на b поэтому с любым набором шестеренок можно проделывать вот такие действия и значит имеешь вообще кратный будет сохраняться а сумма будет только уменьшаться поэтому оптимальным ответе можно считать что то ничего и записанного нельзя делать если ничего и записанного нельзя сделать тогда легко видеть что каждый из шестеренок это просто какое-то простое число в какой-то степени причем все эти простые числа они различны да по предположению о том что все шестеренки взаимно просты вот только такие шестеренки нужно брать а и наименьше вообще кратно да в данном случае поскольку все простые различные просто произведение этих тисел а ну если нас интересует логарифм то значит ну теперь да теперь нас волнует что сумма вот этих вот степеней простых не больше чем наш бюджет а наименьше вообще кратно мы можем сразу переписать в произведение взять логарифм логарифм такой логарифм будет равен просто аид сумма аид и логарифм поид и это максимально вот ну теперь глядя на это просто сразу видно что у нас что что это задача рюкзаке правильно у нас есть предметы вот с такими весами и вот с такими стоимостью вот ну и требуется да требуется просто решить задачу рюкзаке маленькая деталь каждую простую степь значит от каждого простого можно брать не больше одной степени это требуется аккуратно учесть в нашей сдаче рюкзаки вот ну и все теперь ну давайте давайте решим рюкзак нашим динамическим программированием вот и в итоге у нас будет для каждой суммы для каждой суммы чисел максимальный ответ вот вот мы это сразу предпочитаем а дальше нас просят для разных б выводить ответ ну для разных б нужно просто взять максимум на префиксе нам не обязательно использовать все б не всегда это выгодно вот ну поэтому мы просто в этом массиве посчитаем префиксные максимум будем выводить будем выводить наш ответ да как аккуратно учесть что нельзя брать нельзя брать две степени две степени одного простого числа вместе ну проще всего это сделать если рассматривать простые числа по отдельности да у нас есть вот пускай у нас есть старые значения мы заведем новый массив который состоит только из новых значений вот и теперь мы рассматриваем все степени простых и еще рассмотреть вариант да когда мы вообще это простое не берем вот и как мы обычно делаем с релаксировать значения в новом массиве значениями стал массива с учетом того что мы добавляем эти предметы и поскольку мы так делаем мы никогда не попытаемся взять два предмета из одной группы вместе то есть две степени одного и того же простого и дальше когда мы простое число рассмотрели требуется просто скопировать массив назад вот насколько это работает значит работает это за значит максимальное значение b которое нам понадобится это 30 тысяч умножить на количество вот этих наших степеней простых которые они превосходят b вот ну это мало на практике это работает все очень быстро и можно даже было простые числа генерировать там никаким не решетом а просто все числа проверять за простоту тривиально вот такая задача хорошо сдача е сдача е сдача е вам было дано поле n на m известно было что площадь поля не очень большая n на m не больше чем 2 на 10 в 5 вам требовалось для большого количества пар клеток для большого количества запросов то есть на 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 по на 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 Ну хорошо, если бы клеток не было, мы бы просто могли манхэттенское расстояние найти, да, сумму разностей Понятно, модуль разности иксов плюс модуль разности иксов Ну, препятствия нам могут мешать в этом как-то существенно Тем не менее, воспользуемся тем, что препятствий малый И подумаем о том, как может выглядеть вообще какой-то кратчайший путь, да От одной клетки до другой Во-первых, иногда кратчайший путь может быть просто равен манхэттенскому расстоянию Вот, ну, там, хорошо, это там один вариант Что, если он не равен? Утверждается, что, значит, путь не равен, если путь не равен манхэттенскому расстоянию То он обязательно проходит через какую-то клетку в соседнюю с препятствием Это довольно логично, да, потому что, если нам требуется дойти из одной клетки до другой за кратчайшее расстояние То зачем нам обходить препятствия за версту Мы можем как-то к ним прижаться И таким образом пройдем через клетку в соседнюю с препятствием Если как-то более аккуратно доказывать Это не требовалось, можно было просто положиться на интуицию Но если путь не равен манхэттенскому расстоянию, да, мы, например, не все время идем вправо и вверх Это значит, что где-то нам придется пойти и влево, и вправо Вот пускай мы пошли, рассмотрим два последовательных перехода Вправо, потом, допустим, все время вверх, потом влево Если предположить, что такой путь Если предположить, что это кратчайший путь, который не проходит рядом с препятствиями То вот здесь нигде нет препятствий Ну тогда нам ничто не мешало просто найти напрямую, да, и более кратчайший путь получить Вот Ну самое главное это то, что мы через клетку с препятствием проходим Клеток рядом с препятствием вообще не очень мало, правильно? Их не больше, чем 4К Вот Давайте переберем все варианты Через какую клетку рядом с препятствием мы пройдем Да, если мы решили, через какую клетку рядом с препятствием мы пройдем Вот через эту Да, тогда для всех запросов Мы все такие варианты можем сразу легко найти Почему? Потому что Кратчайший путь От начала до конца, который проходит через эту клетку Состоит из кратчайшего пути между двумя этими клетками И кратчайшему пути между двумя этими клетками И Это все легко можно найти, если запустить обход в глубину из вот этой клетки с препятствием Ну, учитывая препятствия, конечно Вот Таким образом Мы что делаем? Мы считываем все запросы Мы ставим препятствия на поле Перебираем все клетки рядом с препятствием И для каждого из них Опускаем BFS на все поле И пытаемся улучшить ответ для каждого запроса Ну, то есть мы задачу оффлайн решаем Для каждого запроса сохраняем какой-то текущий ответ Значит, это у нас займет Время 4К 4К раз мы запускаем BFS на все поле Вот такая будет сложность Это пока что мало Но мы еще не все учли Иногда бывает, что для пары клеток Ну, тривиально, да? Если вообще препятствий нет Мы ничего не нашли пока что В более общем случае Мы не рассмотрели пары клеток Для которых никакой кратчайший путь Не проходит рядом ни с каким препятствием Но если это так То этот кратчайший путь Обязательно равен манхэттенскому расстоянию И Более того В прямоугольнике Вот в таком объемлющем прямоугольнике Для этих двух клеток Нет вообще препятствий То есть такие запросы можно Можно там называть особыми Да? Это в точности те запросы Для которых мы еще не знаем оптимальный ответ Как их обработать? Как проверить, что запрос является хорошим? Очень просто Мы найдем координаты Объемлющем прямоугольника Это там Координаты этого прямоугольника Это У него Координаты по х Это Понятно Максимум и минимум Из х координат По у точно так же И требуется проверить, что внутри Нет препятствий Да? Как это проверить? Это можно сделать опять-таки оффлайн Если предпочитать Префиксные суммы На всех Таких префиксных прямоугольников Которые содержат левый верхний угол А Правый нижний угол Какой мы хотим Вот Это легко предпочитать за время ОТНМ Есть много способов это сделать И тогда Мы на самом деле можем В любом прямоугольнике Узнать сумму За ОТЕДИНИЦЫ Нужно взять Такой префиксный прямоугольник Вычесть из него Такой Вот такой Вычесть Вот такой И еще прибавить Вот такой маленький Ну формула включения и исключения Вот Таким образом мы сможем Распознать все особые запросы И ответить Ну и в этом случае Ответ мы просто знаем Это Маннхэттенское расстояние Ну вот и получается Что Сложность у нас Самая сложная часть Это конечно BFS Запустить В каждом BFS Мы Значит Для каждой Клетки рядом с препятствием Мы пускаем BFS И еще рассматриваем Ку запроса Поскольку Для каждого запроса Требуется просуммировать Эти расстояния Вот такая сложность будет Вот и все Такая сдача Хорошо Дальше Сдача Г Значит В задачу Г Требовалось Быть Что же Знакомым с Значит Функцией Гранди Теория Шпага Гранди Значит Как Как Ну Игра ним Как Обрабатывать суммы ним Что это вообще Что это вообще все значит Я буду предполагать Что Что слушатели Знакомы С теорией Гранди Если нет То В интернете На катфорсис На катфорсис Много где На имакс Можно найти Много объяснений Значит Что такое функция Гранди Как с ней работать И рекомендую В этом случае Сначала Почитать То что там написано И тогда Потом может быть Станет понятнее Ну хорошо В чем же Была сдача У нас Было много Кучек Камней Кучки Были большие К тому же До 10-18 Вот Мы могли Некоторые Кучки Перекрасить В черный Цвет После этого Играют Два игрока Каждый Игрок Может Либо Из белой Кучки Взять Положительное Число Камней Сколько Хочет Либо Одно из самых Маленьких Черных Кучек Взять Тоже Положительное Число Камней Сколько Хочет Вот И требовалось Понять Сколько Есть Способов Перекрасить Какие-то Белые Кучки В черные Чтобы Значит Чтобы Второй Урок Выиграл При Оптимальной Игре Ну Хорошо Значит Что Мы можем Сделать Мы Видим Что Белые Кучки Это Все Еще Независимые Игры Да Давайте Их Отложим Черные Кучки Не Являются Независимыми Мы Их Рассмотрим Как Отдельную Игру Значит Теперь Наш План Какой Значение Гранди Для Обычных Кучек Вычисляется Так же Как И В обычном Ни Ну Они Это Просто Равны Количеству Камней В этих Белых Кучках Для Одной Большой Игры Из Всех Черных Камней Мы Посчитаем Значение Гранди Отдельно Оно Какое-то Ж И тогда Второй Игрок Выигрывает Если Ксор Вот этих Чисел Простите А так же Ж Равен Нулю Играет Значит Для Начала Требуется Понять Как Как По Набору По Набору Черных Кучек Вычислять Вот это Значение Ж Значит Как же Это Делать Если Черных Кучек Вообще Нет То Ж Равно Нулю Вот Иначе Давайте Для начала Предположим Что Все Черные Все Черные Кучки Одного Размера Допустим Все Черные Кучки У нас Размера Х И Будем Добавлять Значит В нашу Игру Кучки Размера Х По Одному И Смотреть Как Меняется Значение Гранди Пользуясь Значит Пользуясь Правилом Вычисления Функции Гранди Значит Во-первых Если Давайте Табличку Заведем Это Сколько Кучек Сколько Кучек Из Х Камней Мы Взяли А Снизу Будем Писать Значение Гранди Если Черная Кучка Размера Х Всего Одна То Она Ничем Не Отличается От Белой Кучки Сюда Можно Записать Х То То Просто Мы По Индукции Вычисляем Любая Черная Кучка Х Где Игрек Любой Меньше Чем Х Вот Так Да Давайте Посчитаем Для Значит В зависимости От Игрек Какое Будет Число Гранди У Игрека Икса Если Игрек Равно Нулю То Гранди Равно Икс Если Игрек Лежит От Единицы До Х Минус Одного Нам На самом Деле Не так Важны Какие Здесь Значения Мы Все равно Вычислим Когда Будем Разбирать Более Сложные Случаи В данном Случае Можно Даже Сильно Не Разбираться Мы Покажем Что Вот Это число Гранди Равно Х Минус Одному Для Этого Значит Для Этого Мы Покажем Что Все Значения Гранди Здесь Меньше Чем Х Минус Один Более Точно Они Равны Последовательным Числам От Нуля До Х Минус Дум Значит Почему Значит Почему Игра Один Икс Проигрышная Понятно Почему В ней Существует Только Один Ход В игру Ноль Икс Которая Выигрышная И значит Ну Проигрышная Игра Вот То есть Если В зависимости От Игрека Писать Значение Гранди Здесь Игрек Вот Здесь Значение Гранди Для Игрек Икс Да С Игрек Равно Один То Если Игрек Равно Нулю То Здесь Икс С Игрек Равно Один То Здесь Ноль Игрек Равно 2 В общем Случае Для Любой Для Любого Игрека Мы хотим Взять Мекс Значение Которое Написано Здесь Да Вот И Когда Игрек Равно Икс Минус Один Мы Напишем Здесь Икс Минус Два Потому Что Этот Икс Никогда Не Пригодится В нашем Мекс А Когда Мы Напишем Здесь Икс Мы Напишем Икс Минус Один Вот Значит Такое Правило Да Теперь Что Будет Если Добавить Еще Одну Кучку То есть Теперь У нас Игрек Икс Икс Если Игрек Равно Нулю Игрек Икс Икс Вот Для Такого Будем Вычислять Теперь Функцию Гранди С Игрек Равно Нулю То Мы Берем Просто Значение Икс Минус Один И дальше Мы Поймемся Таким же Правил Да Записываем Мекс На префикс Отличие Заключается В том Что Когда Мы Дойдем До Х Минус Одного Перед Этим Здесь Будет Написано Х Минус Два И В этот Момент В этот Момент Мы Вот В это Значение Что Запишем На самом деле Я соврал Х Минус 2 У нас Наступит Вот в этот Момент Минус 2 Здесь Все числа У нас Равны Игрек Минус 1 Вот И вот В этот Момент У нас Х Минус 1 Присутствует Поэтому Эта функция Снова Равна Х Вот И дальше Ситуация Зацикливается Если мы Рассмотрим Y X X Снова У нас Строка Начнется С Х Закончится На Х Минус 1 Вот Поэтому Если все Черные Черные Кучки Одинаковые И содержат ПХ Камней То Функция Гранди Такой Большой Игры Равна Х Если Кучек Нечетно Х Минус 1 Если Кучек Четно Такое Вот Правило Если Если Не все Черные Кучки Одинаковые То давайте Посмотрим На Все Наименьшие Кучки И еще Какая-то Кучка З Которая Больше Чем Х И дальше Какие-то Еще На самом Деле В данном Случае От того Какие Именно Здесь Кучки Ничего Не Зависит Можно Вот Такое Правило Если Вы Хотите Разобраться Как Это Анализировать Можно Расписать Такое Правило И Увидеть Что Если Составлять Такую Таблицу То Функция Гранди Зависит Опять Таки Только От От Количества Кучек Размера Х Но Теперь Функция Гранди Будет Устроена Наоборот Если Кучек Нечетное Число То Гранди Х Минус Один Если Четно То Х Х Вот Такое Правило Функция Гранди Всех Черных Кучек Вместе Зависит Только От Какая Кучка Самая Маленькая Сколько Самых Маленьких Кучек А так же Если Еще Хоть Одна Больше Вот Хорошо Теперь Что мы будем делать Значит Вот у нас есть Исходные Какие-то Кучки Мы их давайте Сгруппируем Пускай у нас Есть Вот эти Уникальные Размеры Кучек Да Упорядочим Их По возрастанию И Количество Значит Сколько раз Встречается Каждая Кучка Мы Тоже Запишем Вот так Теперь Посмотрим Ну Сначала Мы можем Учесть Сразу Вариант Когда Черных Кучек Нет Это Тривиально Теперь Пускай Минимальная Черная Кучка Которую Мы Сделаем Это Икс И Сразу Переберем Значит Сколько Мы возьмем Этих Таких Кучек Минимальных Пускай Это С Значит Тогда Все меньшие Кучки Точно Будут Белыми Мы Сразу Можем Легко Понять Какой У них Ксор Да Осталось Понять Сколько Есть Способов Значит Остальные Кучки Больше Получается Кучки Раскрасить Чтобы Значит Чтобы Ксор Игры Получился Равным Ровно Тому Чему Мы Хотим Вот Если Этот Ксор Не равен Ни Иксу Ни Икс Минус Одному То Нет Таких Вариантов Если Он равен Иксу То Нам Требуется Значит Либо Аккуратно Нужно Аккуратно Потому Что Те Черные Кучки Которые Мы Не Вот Те Большие Кучки Которые Мы Не Покрасим В Черный Они Тоже Войдут В Ответ Их Тоже Нужно Проксорить С Ответом Ну Аккуратно Нужно Хорошо Значит Ладно Давайте Значит Один из вариантов Легко учесть Один из вариантов Это если у нас Черные Кучки Только Икс Итые Тогда Мы Сразу Можем Посчитать Мы Сразу Можем Посчитать Ксор Все Игры Это Ксор Всех Кучек Размера Не Икс Да Это Ксор Там Аитые Где Аитые Не Равно Икс Легко Посчитать Значит Ксор Либо Икс Либо Икс Минус Один Вот Ну В зависимости От четности С Если Это Равно Нулю Для Выбранных Значений Икс Икс То К ответу Нужно Прибавить Сколько Нам Нужно Мы Можем Какие-то С Кучек Размера Икс Перекрасить В черный Поэтому К ответу Нужно Добавить Значит Количество Способов Из Цей Итой Выбрать Ц Ну Это Бенемиальный Коэффициент Цейзан Пока Вот Более Сложный Вопрос Это Если Мы Можем Большие Кучки Перекрашивать Да То есть 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 Больше Это Можно Так Смотреть Значит Все Меньше Кучки Мы точно Берем В ответ Ксор Вот Этой Черной Игры Мы Тоже Знаем Икс Икс Минус Один В зависимости Отчетности Ц А дальше А дальше Мы на это Можем так Смотреть Ксор Игры Уже Определен Но Теперь Мы можем Просто Значит Начать Со всех Черных Кучек И Какие Хотим Из Тех Которые Больше Чем С Больше Чем Икс Итой Можем Начать Со всех Черных Кучек И выбрать Какие Из них Сделать Белыми И мы Таким Образом Будем Ксорить Весь Этот Наш Результат С Их Размерами Да То есть Здесь Ксор По сути Дело Любой Набор Не Пустой Набор Да Мы Договорились Что Есть Больше Есть Черные Кучки Больше Не Так Ладно Давайте Начнем Короче Любой Набор Аид Больше Чем Икс Идя Вот Любой Способ Перекрасить Исход Черные Кучки В Белые Да То есть Вот эти Кучки Из них Там Ровные Иксы А не Какие-то Черные Какие-то Белые Здесь Все Белые Здесь Мы Начинаем Со всех Черных Но Можем Перекрашивать Какие-то Из них Белые Какие Хотим Лишь бы Не Все Вот Если Мы Перекрашиваем Все То Ксора Она Сломается Вот Сколько Жесть Способов Это Сделать Давайте Пока Проигнорируем Требование Что Все Кучки Нельзя Перекрашивать В Белый Значит По сути У нас Определен Результат Вот Этой Игры Да Это Ксор Вот Всех Здесь Ксор Вот Этой Там Вот Этой Черной Игры Ксор Всех Белых Камни Здесь Тоже И Теперь Мы Можем Значит Брать Любые Числа Больше Чем Х Ксорить Как Хотим Надо Почитать Количество Способов Получить Определенный Результат Здесь Потребуется Воспользоваться Линейной Алгеброй И Посмотреть На Все Числа Больше Чем Х Давайте Если У нас Есть К Чисел Больше Чем Х Мы По сути Рассматриваем Всех Возможные Ксоры Значит Мы на них Смотрим Как на Элемент Линейного Пространства Z2 В степени Количества Битов Ну 32 В нашем Случае Хватит Нет не хватит Количества Битов Ну 60 Хватит Вот Мы смотрим На Линейное Пространство Порожденное Такими Векторами Вот И требуется По сути Да Посчитать Количество Решений Линейного Уравнения Z2 На B2 Ну В данном Случае Нашу Сумму Правильнее Назвать Ксором Да Оно Равно Там Ровно Тому Чему Мы Хотим Какому-то R Диазат Ито Это Либо 0 Либо Вот Как это Сделать Как Для начала Проверить Что решение Есть Мы Воспользуемся Методом Гаусса И вот Эти Наши Битовые Вектора Приведем К верхне Треугольному Виду Значит Матрицу Приведем К верхне Треугольному Виду Нулевые Строки Не будем Не будем Хранить И теперь R Это тоже Какое-то Число Требуется Проверить Представляется Лежит ли Оно Общевлейной Оболочке Векторов Ну Мы Для этого Пойдем И Проверим Значит Ну Достаточно Просто Разложить По этому Байдюсу Значит Допустим Самый Старший Вектор Самое Большое Число Входит В это Разложение Значит Если У R Есть Здесь Битик Поскольку У всех остальных Векторов Там Нету Битика Поэтому Если Старший Битик Там Есть В числе R Мы Проксорим Со Старшим Числом Если Нет Ничего Не будем Делать Придем Дальше Первым Числом Тебе нельзя Пользоваться Пользоваться Посмотрим Если Там Этот Битик Тоже Проксорим Если В конце R Превратилась В 0 Значит Решение Точно Есть Мы Его Построили С R Не Превратилась В 0 То Никакой XOR Не Приводит К Желаемому Результату К Ответу Ничего Не Нужно Прибавлять Вот Если Если Решение Есть То Сколько Можно Понять Опять Так Извление Алгебры Если Просуждать Про Размерности И Коразмерности И Как Как Вы Получаете Разные Решения Количество Разных Решений Любого Такого Уравнения Равно 2 В степени К Минус Размер Базиса То Если Здесь У нас Не Кончается Буква Если Здесь У нас Ну Это Называется Ранг Если Здесь Ранг Строк То Вот Столько Есть Разных Решений Такого Уравнения Маленькая Деталь Если Если Взять Все Наши Вектора Это Решение То Это Соответствует Тому Что Мы Все Черные Камни Перекрасили В белое А так Нельзя Делать Поэтому В этом Случа Иногда Нужно Вычесть 1 Иногда Минус 1 Вот Столько Мы Прибавляем К ответу Если Ответ Вообще Есть Вот В конце Еще Надо Не забыть Что Мы Исходно Наши Значит Минимальные Черные Камни Можем Выбирать Ким-то Количеством Способов Поэтому Это Надо Домножить На С С С Пациент Вот И Вот Такие Вещи Мы Суммируем По Всем Минимальным Размерам Черной Кучки По Всем Количеством Взять Столько 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 Минимальных Черных Камней Значит Для того Чтобы Вот Это Эффективно Все Делать Нам Нужно На Каждом Шаге Да Для Каждого Икса Иметь Базис Иметь Базис Из всех Больших Наборов Поэтому Логично Иксы Рассматривать По Убыванию И Когда Мы Значит Взяли Иксы Рассмотрели Его В конце Нужно Добавить Иксы Т В Базис Вот Как Добавить Иксы Т В Базис На самом деле Так же Как Так же Как мы Делали Когда Проверяли Что Ответ Будем Прогонять Икс По Нашим Строкам Значит Смотреть Какие Биты Мы Можем Убрать Если В конце Получился Ноль То Не Надо Добавлять В Базис Если Получился Ноль То Вот У нас Новый Базис Вектор Замечательно Вот Ну Здесь Мы Говорили Значит Если Переходить К Сложности То Все Что Нам Нужно Это Знать Степени Двойки Бенемеральные Коэффициенты Изначально Посортить Все Камни По Убыванию Там Сгруппировать Если Нужно И Еще Нужно Вот этим Базисом Оперировать Оперировать Им Ну Мы Говорили Про Вектора Естественно Что Можно Пользоваться Битовой Арифметик И Тогда У нас На каждом Шаге Количество Операций Будет Размерность Пространства В квадрате Почему в квадрате Вообще говоря В кубе Она у нас была Быть Но Одну из степеней Одну из степеней Мы убрали С счет Битовой Арифметики Вот И Все Такая Задача Непростая То есть Мало того Что нужно Функцию Гранди Знать Еще Нужно Знать Линейную Алгебру Довольно Хорошо Теорию Чищева Для того Чтобы Например Биомиальные Коэффициенты Посчитать Никакие Случаи Не забыть Как видите Случаев Очень много Вот Очень Непростая Знача Я не уверен Решил У нее Во втором Дивизионе Вообще Кто-нибудь Не решил Ну Это Это Задача Уверенная Дива Даже Дива Дина Была Она Была Непростой Вот Ладно Дальше Дальше Будет Проще Я надеюсь Ну Еще Одно Математическое Задача Задача H В этой Задачи Вам Было Дано Дерево Это Были Ну Какие-то Отели Неважно У Дорог Были Длины Значит У вас Было Три Человека У Каждого Человека Был Свой Набор Отелей В Который Он Может Поселиться Вот У одного Человека Допустим Есть Такой Набор Он Равнов Невероятно Выбирает В каком Из Отелей Поселиться В этом Наборе Дальше Присходит Следующее Пускай У нас Все Три Человека Выбрали В каких Отелях Они Поселятся Вот Этим Случайным Образом После Этого Они Выбирают Где Значит Где Где Они Встретятся Они Выбирают Эту Точку Таким Образом Чтобы Суммарное Суммарное Расстояние Которое Всем Надо Пройти Минимально Вот И Посчитать Нужно Было Мот Ожидание Расстояние Которое Им Придется Пройти Ну Хорошо Для Фиксированных Трех Выбранных Отелей Пускай Мы Уже Кинули Значит Подбросили Монетки Свои Выбрали Где Мы Поселимся Где Оптимальный Терь Встретится Ну Даже Нас волнует Не Столько Где Оптимальный Встретится Хотя Это Тоже Несложно Понять А Каково Будет Суммарное Расстояние Которое Мы Пройдем Вот А Это Точка Где Они Встретятся Вот В данном Случае У нас Выбраны Три Отеля Они Не Лежат На Одном Пути Тогда Существует Ровно Одна Вершина Что Все Три Отеля Лежат С Трех Разных Сторон От Вот Этой Точки Три Разные Стороны По Трем Разным Ребрам Легко Верить Что Это И Будет Оптимальная Точка Если Они Лежат На Одном Пути То Просто Одна Из Точек Один Отелей Будет Выбран Оптимально Более Важный Вопрос Какой Будет Ответ В данном Случа Какие Ребра Мы Можем Так Задать Вопрос Какие Ребра Войдут В ответ Да Если Если У нас В дереве Выбраны Три Вершины Какие Ребра Войдут В ответ Значит Ну Во-первых Если Есть Какое Ребро Что Вот Видно Да Тут Мы Нарисовали Вот Такой Граф И Относительно Этого Ребра Даже Если Здесь Что Есть Все Три Отеля Лежат С Одной Стороны От Этого Ребра Ребра Разрубить Все Отели Будут С Одной С С Очевидно Что Это Ребро Бесполезно Не Надо Выбирать Не Не Выбирать Точку Встреч Где-то Здесь Очевидно Не Выгодно Все Остальные Ребра С Другой С Другой С Ребро Такое Что У Него И С Этой С 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 Такое Ребро Войдет В ответ Хотя С 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 Да Потому Что Им Надо Встретиться Если Никто Такое Ребро Войдет С Коэффициентом Хотя Б Один Но С Другой Стороны Поскольку Минимизируем Ответ Каждый Из Этих Ребр Можно Сделать Так Чтобы Вошло С Коэффициентом Один Это Легко Сделать Посмотрим На Любое Такое Ребро Тогда Скажем Что Тот Чувак Который С Какой То Из С 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 Ребро И Тогда Легко Видеть Вот В этом Случай Если Они С Трех Разных Сторон Одного Ребра Они Все Пойдут Ну И Тоже С 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 Самое Важное То Что Ответ Ребро Нужно Прибавить К Ответу Только В том С С Можно Во всех Случаях Кроме Того Когда Все Три Отеля Либо С Одной Стороны Либо С Другой Вот И Теперь Мы Можем Воспользоваться Линейностью Мотожидания Мотожидания Ответа Давайте Как Нибудь По Умным Напишем Мотожидания Ответа Можно Его По Линейности Мотожидания Разложить Так Сумма По Всем Ребрам Е Значит Длина Ребра Е Умножить На Мотожидание Того Что Е Войдет В ответ На Вероятность Вот Вопрос Вводится Вот К Такому К Такому Теперь Давайте Подвесим Дерево Для Простоты И Тогда Ну Хорошо Вот Это Реброс Какой Вероятностью Войдет В ответ Войдет В ответ Во всех Случаях Кроме Того Случа Если Все Три Чувака Выбрали Случайным Образом Все Все Свои Отели В Поддереве Или Снаружи Этого Поддерево Вот Пускай У нас Наборы Из которых Наши Чуваки Выбирают Отели СЗ1 СЗ2 СЗ3 А внутри Нашего Поддерева С1 С2 И С3 Отели Соответственно Да Как Посчитать Эти числа Ну Это Просто Сумма В Поддереве Да Это Самая Простая Динамика Которую Можно Придумать Поддерево Тогда С какой Вероятностью Наши Е В ответе Как мы Уже Сказали Это 1 Минус Все Отели Здесь Внизу Или Все Отели Вверху С какой Вероятностью Все Отели Внизу Наши Челики Все Выбирают Независимо Поэтому Это Просто Произведение Таких Вероятностей Еще Надо Вычесть Вариант Когда Все Отели Наверху Ну Это Произведение 1 Минус Эти Вероятности Да Я Уж Не буду Дописывать Там Еще Две Такие Дроби Вот Знаем Это Можем Просумировать Вот Собственно Весь Ответ Нам Нужно В Вещественных Числах Посчитать Но Это Ничего Страшно Вот Решение За Линейное Время Получилось Ну Формально Н Умножить На 3 Поскольку Нам Нужно 3 3 Динамика Посчитать Ничего Страшного Мы Справимся Сдача Теория Вариантности Слишком Сложная Хорошо Дальше Удача i Ну Судя По Литарам Решаемый Достаточно Значит У Н Было Н Человеков Человеков М Групп Каждый Из которых Состоит Из Какого-то Множества Человеков Каждый Человек Может Состоять В ком Угодном Количестве Групп У нас Событие Человек Вступил В группу Человек Ушел Из группы И Человек Послал Сообщение Всем Участникам Какой-то Группы Где он Состоит Вот Требовалось Понять Сколько Сообщений Каждый Получит В самом Конце Вот Ну хорошо Что мы будем делать Давайте Обрабатывать События По Одному Так Значит Будем Обрабатывать События По Одному Для Каждой Группы Значит Нас М Наоборот Я бы Ну У нас Количество Человек Это М Не так Важно Чтобы не Забудиться М Человек И Н Групп Так Вот Давайте Для каждой Группы Хранить Сколько Сообщений В нее Суммарно Послали МСГ За все Время Что мы Рассмотрели Да Тогда Каждый Челек За все За все Свое Время Пребывания В какой-то Группе Получит Получит Сколько-то Сообщений Правильно Мы можем Сказать Что Эти Числа Зависит От Т Если Человек Х Вступил В группу У В момент Времени Т1 И вышел Из нее В момент Времени Т2 Тогда Количество Сообщений Которое Он Получит В этой Группе За Вот этот Отрезок Времени Т1 Это 2 Это Количество Сообщений В группе Y В момент 2 Когда он Вышел Вычесть Когда он Вошел Да Вот Поэтому Мы можем Делать Очень простую Вещь Значит Если Человек Х Вступает В Группу Y В какой-то Момент Времени Мы просто К его Ответу Из его Ответа Да Вот по Этой Формуле У нас Наступил Момент Когда мы Узнали Вот это Слагаемое А вот Это мы Еще Не знаем Поэтому Мы из Его Ответа Вычтем Текущее Количество Сообщений В этой Группе Когда он Уйдет Из этой Группы Мы наоборот Должны Прибавить К ответу Количество Сообщений В текущей Группе Если Кто-то Отправил Сообщение В группе Y Мы просто Количество Сообщений В этой Группе Увеличиваем На 1 Тем Самым В конце Мы увеличим Ответ Для всех Студентов Которые Сейчас В этой Группе Маленькая Деталь Студент Сам От себя Не получает Сообщение Поэтому Если Он Отправил Какое-то Сообщение Нам Нужно Искусственно Из его Ответа Вычесть 1 Исключительно Для того Чтобы учесть Что он Не получит От себя Сообщение Вот Таким Образум Мы обрабатываем Все события В конце В конце Наш Ответ Почти Правильный За Маленьким За Маленьким Маленькой Деталью Что Не все Студенты Еще Вышли Из всех Групп Для того Чтобы Ответ Был Правильный Мы Полагались На то Что Студент Вошел В группу И вышел Из этой Группы Чтобы У нас Оба Слагаемые В этой Формуле Учились Ну Давайте Просто Запоминать Какой Студент В какой Группе И в конце Мы руками Сделаем Все события Чтобы Всех Студентов Всех Группу Брать Вот И Все И тогда Наши Ответы Будут Действительно Правильные В конце Вот Значит Видно Что Здесь Все Обрабатывается За Линейное Время С Это Количество Событий Кроме Кроме Того Чтобы Кроме Поддержания В каких Группах Какие Студенты Только Нам В конце Это Важно Нам потребуется Это как-то Хранить Матрицу Размера NM Хранить Не можем Но Можем Хранить Какой-нибудь Вектор Сотов И Поскольку Мы Храним Соты Нам Нужно Все Вот Это Домножить Еще На Логарифм Размер Сота Вот Это Заходит Достаточно Большим Запасом Замечательно Следующая Задача Значит Джей Довольно Стандартный Хотя Не очень Простая Здесь Есть Довольно Большой Простор Для Решения В этой Задачи Хотя Все Они Опираются На Одну И Туже Идея Суть В следующем У нас Есть Числа А Первая Ант Мы Рассматриваем По Модулю 65536 2 16 Вот И нам Приходят Запросы На Подотрезки Этих Чисел Прибавить Один Ну Значит При этом Все Операции Делаются По Моду И Вторая Операция Взять Две Две Подстроки Одинаковые Длины В этом Массиве В текущий Момент И Сказать Равны Они Или Нет Верны Что Это Один Тот Ж Массив Вот Так Или Иначе Нам Приходится Воспользоваться Полиномиальными Хешами Полиномиальный Хеш По Модулю П Для С С И С И С Если Мы Символы Пронумеруем С Нуля То Приномиальный Хеш В общем Виде Выглядит Так Хеш От Этой Строки Равен Сумми По И От Нуля До С С С С На На Основание Хеша Как Нибудь Его Назовем Пойти К Степени И И Это По Модую Какого-то Там Большого Простого Числа П Вот Если строки совпадают То хеши у них конечно совпадают Если строки не совпадают То хеши обычно не совпадают Можно конечно построить руками пример Но если вы выбираете случайно И Ку выбираете случайно То пример против вас построить нельзя И в данном случае вероятность совпадения будет очень маленькое Вот такой идеей будем пользоваться Значит если бы нам нужно было менять символ по одному Мы бы просто построили Дерево отрезков В дереве отрезков не так сложно Не так сложно его приспособить Для вычисления полинимального хеша любой подстроки Вот там конечно есть Некоторые детали Для того чтобы приделать сюда дерево отрезков Нам требуется просто Научиться склеивать Хеши двух строк И если здесь хеш равен Какому-то одному числу И длина строки Равна Какому-то еще числу Здесь хеш какой-то другой И длина какая-то То хеш от Конкатенация этих двух строк Равен Можно просто посмотреть на эту формулу И понять что он равен H1 плюс H2 Умножить на Q В степени длина левой части строки Ну это по модулю ПФ все конечно Вот Таким образом мы в дереве отрезков Будем хранить Не только хеши А еще и длины Можно считать что у нас любой запрос возвращает Пару из хеша Из хеша и длины Вот и тогда мы Любые две такие пары Можем скомпоновать в новую пару И так считать любые хеши На подстроке Классно Теперь Ну если бы нам нужно было менять символы по одному Ну да дерево отрезков это бы с этим бы легко справилось Если бы мы прибавляли По одному Вот к этим нашим числам Мы будем прямо использовать в виде сыты Тоже бы не было проблем Взятие по модулю Это небольшая проблема Как с ней побороться Побороться с ней можно так Значит есть Несколько способов Один 300IQ Другой Более простой Давайте со второго начнем Первый способ это воспользоваться Частичными разностями Там По умному это называется Дельта энкодинг Когда мы Вместо последовательности А1 АНТ Работаем с частичными разностями Вот Чем это удобно Если мы прибавляем 1 на подотрезке То нам требуется поменять всего Две частичные разности Здесь Вот И тогда мы можем для себя решить Следующее Давайте хешировать Мы можем Любую подстроку Задавать Не ее хешом А первым символом И частичными разностями Последовательностью Частичных разностей Вот И тогда мы В дереве отрезков Будем хранить теперь не Исходные числа А только Разности соседних И для того Чтобы сравнить Две подстроки Значит Да Мы Возьмем Из дерева отрезков Хеши Какого-то под отрезка Частичных разностей Проверим Что они равны Еще нужно проверить Что Первые символы равны Да То есть Требуется еще Узнавать Итый символ Итый символ Текущей последовательности Но для этого можно Какое-то отдельное Дерево отрезков Завести Например То есть Любой набор Любой запрос Разбивается на Сравнить первые символы Сравнить разности соседних Разности мы На каждое прибавление На отрезки Меняем всего две На каждый запрос И В данном случае Взятие по модулю Не играет большой роли Потому что Мы можем их просто поддерживать И Понимать Когда у нас Когда у нас Взятие по модулю На что-то влияет Вот Ну мы свели таким образом Датчик предыдущий Практически Второй способ Хитрый Для него нам потребуется Кое-что взять Из Теории чисел Давайте найдем Давайте Представим Что у нас есть Такое Простое число П Которое равно Какому-то К На 2 в 16 Плюс 1 По модулю П Можно найти Такое число Омега Что Омега В степени 2 в 16 Равно 1 И Омега Ни в какой Меньшей степени Не равно 1 И Х Не равно 1 Ни для какого Х меньше 2 в 16 То есть Степени омеги Зацикливаются С периодом 2 в 16 Вот Тогда мы можем Опять-таки Воспользоваться Полиномиальными Хэшами Но вместо Самих символов Мы будем Использовать Омега В степени Символ То есть Чтобы захэшировать Последовательность С первая С минус первая У нас Хэш Будет равен Следующему Мы все еще Выберем Какое-то Основание Ку Но теперь Мы будем Суммировать Омега В степени С нулевое Омега В степени С ито На Ку В степени Ито Вот Чем этот Хэш Хорош Все еще Понимаем Хэш Чем не отличается Мы просто Как-то Заменили Символы На вот эти Странные Степени Чем мы Это сделали Это сделали За тем Что Если ко всем Итем Теперь Прибавить По единице По модуне 2 в 16 Хэш Просто Домножится На Омегу Вот И поэтому Можно Не париться С чечной Разности Можно Ни о чем Не думать Можно Просто В деле Отрезков Умножать Научиться Умножать На подотрезки На омегу И это будет Соответствовать Операции Прибавить 1 на подотрезк Вот Все Все Абсолютно То же Самое Как И Полинамиальное Хэширование Для Того Чтобы Коллизии Избежать Возможно Требуется Несколько Таких Простых Найти Для Каждого Из них Найти Своё Омега И Делать Это Все Независимо Говорить Что Строкеров Не Сли Хэши По Всем Снова Замечательно Ну Вот Есть И Другие Способы Тоже Приспособить Аккуратно Дерево Отрезков С хэшами К этому Всему Но Мы Не будем Сильноваться Если У вас Способ Другой Здорово Главное Что Сдачу Решить Дальше Сдача L Последняя Из задач Которые Присутствовали И в Див 1 И в Див 2 Ну И Последняя Задача Хоть Сколько Это Сложная Задача Нам Было Дано Число С И Требовалось Проверить Можно Представить Что Можно Его Представить В виде Сум Положительных Чисел А и Б Так Что Радикалы Их Произведения Меньше Чем С Радикал Звучит Страшно На самом Деле Это Просто Произведение Всех Простых Делителей Т Числа То есть Причем Только Уникальных Простых Делителей То есть Радикал 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 Смотрите Радикал Радикал У нас Убивает Повторяющейся Степени То есть В частности Сразу Можно Заметить Что Если С Это Произведение Разных Простых То Неважно Какие Там Вообще А и Б Любых А и Б Радикал Аб Ц Ну Точно Не Меньше Чем Радикал Ц А В случае Когда Все Простые Делители Разные Радикал Ц Просто Радикал Ц Поэтому Если Ц Является Продетением Различных Простых То Ответ Точно Нет Ну Такое Число Еще Называют Бесквадратным Поскольку Он Не Дельце На Квадрат Никакого Числа Вот С Другой С Если Ц Дельце На Квадрат Какого-то Простого Числа Давайте Пускай Мы нашли Это Непростые Числа Ц Равно П В Квадрате Там Возможно Что-то Еще На Х Давайте Подумаем Может Мы Можем Как-то Его Разбить На А И Б Значит Давайте Так Попробуем Например П И П На П Минус 1 Х Да Значит Шо Абc Чему У нас Равно Давайте Так Радикал Считать Радикал Абc Внутри Радикала Можно Убивать Повторяющиеся Степени Так Я Можно Сотру Все-таки Что-нибудь Спасибо Значит Внутри Радикала Можно Убивать Повторяющиеся Степени Значит У нас Встречается П Тут Порождение Конечно Много раз Встречается Неважно Убили Все Степени П Минус 1 Встречается Давайте П Минус 1 Оставим И Х Тоже Встречается Много раз Мы его Тоже Оставим Вот Внутри Есть Кое-то Число Значит И Оно Точно Меньше Чем С Значит Радикал Этого Числа Точно Не Превосходит Самого Числа А Это Число Уже Меньше Чем С Поэтому Если С Дельце На Квадрат Какого-то Простого Числа То Точно Ответ Да Получается Нам Нужно Просто Взять Данное Число С И Сказать Если Оно Дельце На Какой-то Квадрат И Нет Если Оно Дельце На Квадрат Вот Как это Сделать Ну Мы За корень Из С Знаем Довольно Простой Способ Факторизовать Число Надо Поделить Наше Число С Пробовать Его Поделить На все Числа До Корня Из С Пока Делится Если В конце То Что Осталось После Деления Еще Не Один Значит Это Единственный Простой Делитель Вот Проблема В том Что В этой Сдаче С До 10 18 Поэтому Корень Из С Это Многовато С Другой Стороны Нам Не Нужно Знать Саму Факторизацию Нам Нужно Знать Дельце Или С На Квадрат Чего Нибудь Поэтому Мы Давайте С Поделим На Все Числа Не До Корня Из С А До Корни Кубического С С Да И Посмотрим На То Что Осталось Пускай Осталось Какое-то Число Н Значит Н Равно Произведению Каких-то Ну Оно Небо Один И тогда Мы Все Знаем Или Оно Оно Равно Произведению Каких-то Чисел Нескольких Простых Но Мы Знаем Что Все Оставшиеся Простые Больше Чем Корень Кубический Поэтому Есть На самом Деле Три Варианта Либо Н Это Одно Большое Оставшееся Простое Число Либо Это Два Простых Числа Различных Либо Это Одно Большое Простое Число Но в квадрате Вот И нам Требуется Эти варианты Друг от друга Отличить На самом деле Требуется Вот этот вариант Отличить От последнего Потому что В последнем Случае Мы Мы Скажем Что Да Мы нашли Квадрат А ни в одном Из первых Случаев Квадрата Нет Вот Ну Легко Понять Выполняю Правда Ништейн Равно П В квадрате Надо Просто Извлечь Корень из n Проверить Что это Целое число Если это Целое число То это и есть Наши простой П Вот Ну еще Возможно Мы Пока делили На маленькие Числа Нашли Какой-то Квадрат Вот В этом случае Не важно Не важно Что происходит С большими Простыми Вот Получается Решение За Корень Кубический Из c Вот Видно Что Такая Усеченная Задача Факторизации Получилось Нам не нужно Знать Всю Факторизацию Нужно Так Знать Если квадрат Ну вот Все На этом решение Заканчивается Останешь Только Какие-то Простые Дачи Которые Мы сейчас Все Быстенько Разберем Задача M Нам требовалось Нам было Дано N чисел И требовалось Разбить Его На Пары То есть Как-то Разбить Все Все элементы На пары Так Чтобы Минимизировать Максимальная А плюс Б Внутри Пар Да Ну что Давайте Отсортируем Все числа По Неубыванию И Посмотрим На Какую-то Пару Значит Если Есть Две Пары Давайте Так Если Есть Две Пары Что Одна Не вложена В другую Да То есть Видно Что Отсортировали По Взрастанию Да Значит У Второй Пары Которые Здесь Нарисовал И Левый Конец Не Меньше Чем Чем У Той Пары И Правый Конец Не Меньше Чем У Той Пары То У Нас То Есть Пары То Есть А Нем Ни Больше Ни Больше Ни Больше Д И Значит Сум У Нас А Плюс Ц И Б Плюс Д Вот Но Видно Что Б Плюс Д Из Этих Двух Точно Максимальный Поэтому А А Плюс Ц В данном случае Вообще Не Важно Какое Поэтому Если Мы Переразобьем На А Плюс Д И Б Плюс Ц Оба Этих Варианта Не Превосходят Б Плюс Д Поэтому Это В любом Случай Оптимально Сделать Так Мы Будем Делать Пока Все Пары Не Будут Вложены Друг В Друга И В этом Случа Оптимальный Ответ Просто Помочить Первый элемент С последним Второй С предпоследним И так далее И вывести Просто Максимум Из этих Сум Мы сортируем Мачем С концов В максимальную Суму Еще Я сейчас Открыл Условия Мне кажется Здесь ответ На первый Сампл Правильно Ну Не Суть Ладно Дача М У вас Был Автобус В нем Исходно Было Сколько Три Людей Дальше Происходили События Там Бае Человек Зашло В автобус Ку Человек Вышло Из автобуса Бае Человек Вышло Автобус Ну Другой Какой Топ Бае Два Зашло Автобус Ку Два Вышло Из автобуса Вот Требовалось Сказать Сколько Коим Меньше Число Человек Могло Быть Вначале До Того Как мы начали Наблюдение В автобусе Так что Никогда Число Людей Не стало Отрицательным Ну Легко Понять Как Найти Требуется Давайте Представим Что там Исходно Ноль Человек И будем Смотреть На Минимальное Количество Людей Которые У нас Был В автобусе В любой Из этих Моментов Времени Да Пускай Пускай Их Было Икс Икс Не превосходит Нуля Конечно Вот Ну Тогда Любое Значит Давайте Минус Икс Скажем Пускай В какой-то момент У нас Было Минус Икс Человек Да Тогда Если Исходно У нас Было Меньше Чем Икс Людей В автобусе То все Плохо В этот момент Их Будет Отрицательно Но Если Ровный Икс То Все Хорошо Никогда Мы Начав С точки Икс И Рисуя Вот Такой Вот График Не Уйдем В адресательное Число Людей Поэтому Требуется Просто Следить За Вот Этой Минимальной Суммой Ну Начать Рисовать Такой График Да Следить За тем Сколько Лилей Было В каждом Минут Времени Взять Минимум Из всех Этих Количеств И Минус Это Количество Это И есть Ответ Вот И Все Все Даже Сорсировать Ничего Было Не Нужно В Задачу Я сейчас Не очень Понимаю Про что Задач Вам Было Дано Н Слов Требовалось Каждый Из них Развернуть И Посортировать Лексик Графически Я не знаю Может быть В каких-то Языках Это Проблема В большинстве Языков У вас Есть Стандартные Инструкции Развернуть Строку И Отсортировать Лексик Графически В C++ Например Вы можете Развернуть Строку Если Скажете Reverse As Begin As Yen И Если У вас Есть Допустим Вектор Строк Вы Можете Сказать У вас Сортировка Автоматически Лексик Графически Вы Можете Сказать Sort Тоже Тоже Точка Begin Yen И У вас Все Сортируется Лексик Графически Мне Кажется В большинстве Языков Это Так Работает В Питоне Очень Легко Развернуть И Мне Кажется Сортировка Строк Тоже Работает Лексик Графически Вообще Я Не Знаю Языка В Которым Это Было Бо Проблемой Кажется Это Просто Упражнение На Реализацию Вот Возможно В Питоне Вы Столкнетесь С Тим Лимитом Потому Что Суммарная Для Нас Строк У Может Быть 100 Тысяч Не Знаю Может Бить В Питоне Может Бить Вот Ну Наконец Задача П Задача П У вас Вам Было Просто Определение Игры Вам Была Дана Игра Вы Хотите Угадать Число От Х До Игрека Загадан Число Н Вы Всегда Пытаетесь Угадать Значение Этого Массива Всегда Говорите Х Пополам Округленные Вниз Если Вы Угадали Н То Игра Заканчивается Если Нет То Ваш Отрезок Сужается На Ту Часть Которая Содержит Н Вот Вам Требовалось Просто Промоделировать Эту Игру Ой Ой Вот так Случайно Закрыл Требовалось Промоделировать Эту Игру Сколько Шагов Вы Победите Не знаю Что добавить Вы Моделируете Игру Требуется Складывать Числа Делить Пополам С Округлением Вниз И еще Сравнивать Числа Сравнивать Х Пополам Округленный Вниз С Н Больше Меньше Или Равно Еще я сейчас Посмотрел Внимательно На задачу И в ней Не гарантировалось Что Х Не больше У То есть Х могло быть Больше У То есть Требовалось С самого начала Понять Какой Из Х Меньше А Какой Больше Вот Ну да Это можно было Упустить Я вот С первого Прочтения Не заметил В остальном Не так много Могу сказать Про последние Задачи Может быть Есть какие-то Подвохи Которые Упустим Вот В целом Наверное На этом Можно Закончить Всем спасибо За внимание Если у вас Есть вопросы То Оставляйте Их В комментариях Например Под этим Видео Или Под Постом Вконтакте Или можете Мне в личку Тоже написать Все Надеюсь Было понятно Что Спрашиваете Следите За Объявлениями Про дальнейшие Тренировки В нашей группе Дополнительно Можете Подписаться На наш канал Чтобы Смотреть Чтобы не пропускать Никакие Видео Которые у нас Появляются Лекции Разборы Наверное Что-то еще Полезное Будет Все Тогда До Следующей встречи Всем удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...